Пространственно-наглядная форма воспринимаемых предметов, чьи существенные свойства нельзя понять путем суммирования свойств их частей. Что такое гештальт и зачем его закрывать? Об этом поговорим сегодня. Это программа «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях психолог со стажем более 23 лет, телесно-ориентированный терапевт, арт-терапевт, игропрактик, специалист по работе с метафорическими картами Зоя Немирова. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Сколько интересных вы направлений успели охватить? Все-таки 23 года. Да, чувствую я, нас ждет цикл очень интересных программ и выпусках с вашим участием на интересные темы. Рада, буду быть полезной. Но сегодня у нас на повестке дня гештальт. Признаюсь, эта тема давно мне не давала покоя. Хотелось ее разобрать, поговорить у нас в эфире. Но почему-то у меня сложилось такое впечатление, что психологи не особо так любят эту тему. Так и есть, или просто я не к тем людям обращалась? На самом деле есть целое направление психологов, которые заканчивают именно гештальт психологию, гештальт-терапевты, они по диплому звучат. Гештальт входит в ряд методов, которыми я и в частности пользуюсь я, например, такой как расстановочные практики. То есть, если не выделять его отдельно и говорить о нем простыми словами, то он очень нужен и важен при любой глубокой психотерапевтической работе. Поэтому, то есть, это такая на самом деле всеобъемлющая тема, которая... То есть, это базовое направление на самом деле. Ну, одно из базовых, да. Потому что, ну, сейчас, мне кажется, только ленивый и маленький не говорит, незакрытые гештальты, да. То есть, и вот, ну, интересно разобраться в этом, что же действительно это такое и с чем это едят. Да, вот, по идее, вот, действительно, у всех на слуху гештальт, закрывать гештальт, вот эти вот понятия уже оперируют в обычном обиходе, но, тем не менее, то определение, которое я прочитала в интернете и зачитала в начале нашего эфира, ну, вот, для меня это просто набор слов какой-то, я не поняла ничего. Расскажите, пожалуйста, что такое гештальт, обычным таким простым языком, чтобы было понятно. И, ну, я вообще предлагаю так посмотреть на это, ну, с точки зрения бытовой сферы, да, то есть, и я расскажу какие-то клиентские кейсы, которые из практики. Да, это самое интересное. Да, это уже действительно больше относится вот к тому сложному определению, которое прочитали вы, да, то есть мы же тоже часто употребляем какие-то слова, но не задумываясь над их значением и определением. И если говорить про гештальт простым таким языком, то это целостный образ, да, вот наше подсознание, оно вообще очень любит мыслить картинками, законченными какими-то образами, иногда придуманными себе, иногда взятыми с интернета или из реальной жизни. Поэтому, собственно, работают карты визуализации, доски визуализации. Знаете, наверное, когда мы, ну, формируем какое-то будущее, да, то есть и смотрим на него постоянно. И вот гештальт, он, собственно, про то, как влияют на нас какие-то незавершенные, ну, те же дела, либо отношения, либо ситуации. И если говорить, ну, совсем по-простому, то вот, например, мама идет домой и думает, сейчас она придет, а ребенок, наверное, выучил уроки, да, а у нее есть потребность отдохнуть. И ее, ну, вот такой целостный образ или гештальт, это прийти домой, выпить чашку чая, отдохнуть, прилечь, да, и побыть, ну, может быть, наедине с собой. Она приходит домой, видит разбросанные везде вещи, да, то есть путь ребенка из прихожки в комнату, ребенка, который сидит не за уроками, да, а в телефоне, например, и понимает, что ее удовлетворение, ее потребности откладывается, да, то есть и тем самым вот тот образ, который она себе уже создала, он пока на данный момент недостижим. И у нее, соответственно, внутри начинает какое чувство подниматься? Вопрос прям. Ну, не знаю, раздражение, негодование. Раздражение, злость, беспомощность, да, ей становится себя жалко, обидно, да, то есть в том, что она сейчас не может это завершить, ну, получить желаемое. Это вот такое, ну, совершенно каждодневное, возможно, для кого-то может быть незакрытый гештальт. Вот гештальт, он всегда связан с удовлетворением какой-то своей личной потребности, да, То есть чтобы ожидания, они соответствовали тому, что совпали. Совпали, да, с, ну, с реальностью. И если наши ожидания с реальностью не совпадают, это прям формула несчастья, то у человека все время начинает внутри скапливаться вот это раздражение, неудовлетворение, злость, недовольство, в первую очередь, с собой, что я никак не могу это завершить. И это еще приводит к тому, что для человека это начинает быть стрессом, ну, таким триггером, и он начинает застревать вот в этом прошлом. То есть все его, все его внимание, вся его энергия, все его мысли сводятся к тому, ну, вот, почему я это не сделала, да, почему я это не сказала, но это вот больше уже к отношениям сейчас, когда перейдем, будет понятно, да, как это на человеческих отношениях влияет. Или, например, другой, ну, пример. Начинаем уборку, ну, в том же доме, да, мы особенно женщины, многозадачные, да, мы можем кучу дел открыть одновременно, да, то есть там и холодильник разбирать, и шкафы, да, то есть и везде. И, например, что-то пошло не так, куда-то вас срочно вызвали, да, все эти дела остались незавершенными. Так ведь? Ну да. И в этот момент, даже если человек начинает заниматься чем-то другим, есть все равно в голове все время мысль, что мне надо это доделать, мне придется все равно это завершать. Так ведь? У меня нет там, ну, как бы, ощущения удовлетворения от проделанной работы. И вот это тоже такое из, ну, таких каждодневных, незавершенных гештальтов. И получается, чем больше у человека незавершенных дел или циклов, да, то есть они постепенно начинают скапливаться, да, и человек начинает тратить внимание, ресурсы, жизненную энергию на то, чтобы, ну, как-то вообще с этим жить, чтобы как-то вот это вот неудовлетворение, свое недовольство, злость давить, складывать внутри себя. И в конце концов может произойти извержение вулкана. То есть можно сказать, любая бытовая ситуация в любой момент может стать гештальтом, если мы вдруг что-то там не успели доделать. И это, ну, это может стать той каплей, ну, которая капнет, да, и океан польется наружу. Потому что у каждого человека психика, она тоже устроена таким образом, что она имеет, ну, какую-то свою емкость выдерживать. Например, негатив, какую-то неопределенность, сложные ситуации, складывать вот этот гнев. И, например, человек может выдержать какое-то, ну, сильное эмоциональное потрясение, и все скажут, ну, ничего себе, вот это да, вот он как справился с этим, да, надо же, а мы вот даже и не думали. А потом может произойти какая-то вроде бы, ну, незначительная и очень, ну, такая, слабенькая эмоциональная ситуация, но психика схлопывается, потому что именно она закрыла вот те 10%, которые всего там остались, да. И вот этим, как раз в этом ценность закрывать гештальты и прорабатывать те эмоции, которые с ним связаны для того, чтобы выгружать это из психики у человека, ну, была возможность продолжать жить свою интересную, насыщенную жизнь, не складируя вот этих вот монстров, скелетов в шкафу, для того, чтобы не передавать их из поколения в поколение. Конечно, я сейчас уже говорю не о смешных таких вещах, как какие-то бытовые вещи, да, а о более серьезных, о которых, я думаю, тоже сейчас поговорим. Да, так что, уважаемые телезрители, захотели попить кофе или чай, надо обязательно это сделать, не складировать свои эти желания и потребности, но потом. Почему это происходит? Что с мозгом не так? Почему ему надо все завершать? Почему он так работает? Вот согласитесь, даже если, ну, вот себя вспомнить в любой ситуации, вот надо вам защитить диплом, да, его надо написать и сдать, грубо говоря. И когда мы это делаем, ну, мы испытываем какое чувство? Удовольствие, да, ну, как бы победы внутренней. Ну, то ради чего все годы. И в этот момент даже на уровне головного мозга вырабатывается такой всем известный гормон дофамин, да, гормон победы, удовлетворения, и он является, собственно, хорошим балансером гормона стресса, да. А если дела не завершать, да, начинать и бросать, то есть получается все время мы только создаем себе стресс. Надо, 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 да. То есть тем самым, еще не доводя эти дела до конца, то есть не получая то, ради чего мы это затеяли. И тогда человек все время застревает в состоянии вот этой вот тревожной суеты, да, что ему только все время надо, не испытывая от этого удовольствия. То есть это сто процентов приведет к какому-то взрыву и расстройству в будущем. Ну, когда-то это, либо человек все время начинает это недовольство сбрасывать на окружающих, да, и, например, там, мужья получают недовольную маму, да. Вот, кстати, аналогия мне пришла в голову. Опять же, вот молодые мамочки, которые сидят дома, и которые делают миллион дел одновременно, и пытаются, ношаются непосильные на себе, и как советуют, опять же, психологи. Ну, вот пыль лежит, и ты полежи, отдохни, пока есть возможность. Но как же, вот она лежит, пыль, она ведь продолжит лежать. И вот она лежит, и человек все время на нее смотрит, и какое чувство испытывает? Ну, то есть вот отдыхать и накапливать силы не получится в любом случае. А когда приходят силы? Когда приходят силы? Мы же знаем, что энергия приходит, когда мы ее тратим, так ведь? И если вот на самом деле задуматься о том, на что больше уходит сил, это, кстати, о работе головного мозга, он является как раз самым большим пожирателем нашей энергии, да, то есть он забирает такую львиную долю энергии с вот этих переживаний или думок о том, что мне надо эту пыль вытереть. Либо я, например, подумал о том, что мне надо ее убраться, пошел и сделал это. И на самом деле этот тогда по факту, ну, цикл дел, он-то очень маленький, и при этом я еще получил удовольствие от того, что я смог. Вот здесь же еще очень важным таким моментом является, что когда мы свою потребность не удовлетворили, у человека как будто бы записывается программа, что я не смог. Да, то есть он остается, ну, таким вот эмоционально слабым. Я не смог сказать, я не смог выразить, я не смог, ну, кто-то, например, стукнуть, не мог себя защитить, не мог как-то отреагировать. Это тоже гештальтом будет. Это тоже будут незакрытые гештальты. Вот, например, ну, такой вот, может быть, романтичный пример, да, молодой человек хотел поцеловать девушку, но побоялся, да, получить отказ. Или наоборот, ну, как бы, может быть, его запугала серьезность предстоящих отношений. Но он-то хотел, потребность-то была. И потом он начинает с каждой последующей девушкой проигрывать этот сценарий. И уже много подъезжает сомнений, да, тогда-то он не смог, и у него это записалось как некая неудовлетворенность и слабость. И он начинает чувствовать себя неуверенно. Поэтому для него хорошим закрытием гештальта в следующий раз будет все-таки это сделать, да, и лучше уж получить этот отказ и, ну, с этим опытом потом уже разбираться. А нельзя как-то проработать эту ситуацию и понять, например, что ему не надо было на самом деле это? Надо. Ну, есть даже вот трехфакторная, потом расскажу, модель работы с гештальтами, да, для того, чтобы снимать у человека вот эту вот тревожность и искать в этом тоже позитив для себя. Да, это очень интересно, обязательно к этому вернемся. А почему нельзя все-таки, ну, вот перешагнуть эту ситуацию и пойти дальше? На самом деле все можно, но вот тут обращаясь уже, ну, к таким более серьезным вещам, да, вот представляете, когда человек, ну, вот был такой клиентский случай, на нем и расскажу, да, то есть женщина выходит замуж за москвича, да, и этот брак был очень коротким, то есть, ну, таким очень влюбленным, но коротким, он не продлился даже года. И муж внезапно уходит из брака, ну, то есть без объявления войны, да, то есть и женщина остается, ну, в таком вот полном замешательстве, обиде, злости, неудовлетворенности. При этом в браке был нерожденный ребенок, ну, то есть погибший, да, то есть, и длилось это достаточно долгий период, ну, вот без отношений, там, с 19 до 26 лет. Не складывались отношения, и в это время произошел такой интересный процесс. Вот представляете, все это время, ну, внутренний диалог же все равно идет, да, хочется найти этого человека, сказать ему все, что ты о нем думаешь, ну, вообще попросить каких-то разъяснений. И человек все время мыслями живет в прошлом. А есть такие исследования, что, и если вы вот сами задумываете, что мысли о прошлом, они рождают страдания внутри. То есть человек все время мучается вот от того, что он не смог, во-первых, брак построить, во-вторых, ребенка выносить, да, во-вторых, даже отношения завершить. И в психотерапии есть даже такой термин «незавершенные отношения». И потом в свете уже вот этого внутреннего эмоционального состояния, в котором, ну, пребывает девушка, она создает новые отношения, в которых рождается ребенок, да, и ребенок начинает это у мамы перенимать. Ну, просто у него вот такая мама, да, вот в таком эмоциональном состоянии, вот в каких-то своих глубоких процессах, в переживании о потерянном ребенке. И ребенок, он же бессознательно все чувствует, вырастает вот в такой среде, вот у такой мамы. А постепенно мозг вытесняет эту историю, ну, то есть уже же есть новый партнер, новый муж, и никто об этом не знает, еще же об этом не принято говорить, особенно, ну, в эпоху, например, Советского Союза, да. И что происходит? Да, вот это уже более о серьезных таких вещах, как трансгенерация. И девочка, которая родилась в новых отношениях, в 19 лет, собираясь, в принципе, замуж за одного человека, внезапно, очень стремительно выходит замуж за москвича, да. Ну, во-первых, для того, чтобы напомнить, ну, маме о том, что это было, да, это никуда не делалось. Но это неосознанно. Это происходит бессознательно, никто, она эту историю не знает, то есть они с мамой об этом не разговаривают. Это вообще падает очень глубоко в подсознании, и люди правда об этом забывают. Вот знаете, честно вытесняют это очень глубоко. И девочка в браке, тоже в 19 лет, синдром ДАТ такой, да, то есть начинает испытывать вот это все время ощущение, что она может потерять этого мужчину, ну, своего мужа. И это вот, ну, на консультации мы подробно разбираем. И потом, когда проходит уже время, прошло еще там 8-10 лет, у дочери уже есть внуки этой бабушки, и внезапно бабушка там вспоминает о том, что у нее был первый брак, в нем был нерожденный ребенок, а вот еще важно забыла сказать, у дочери тоже происходит выкидыш первого ребенка. И это все про незакрытый гештальт, да, то есть это про то, как это влияет на последующие поколения. И на самом деле вот эта тема, вот этой внутренней такой жертвы, да, внутренней слабости эмоциональной, казалось бы, просто так психика затревает, на самом деле там очень большой такой пласт, что несмотря на все эти жизненные потрясения, все выжили, да, и стали сильнее. И вот психотерапевтическая работа, она заключается в том, чтобы переключить человек с вот этого ощущения того, что я жертва, ну, обстоятельств, людей, на то, что я выжил, справился, и чему меня эта ситуация научила. А вот в этой конкретной ситуации к вам кто пришел? Дочь. Дочь, да? И как, чем закончилась эта история, как строилась работа, расскажите. На самом деле здесь как бы, ну, важно прийти и найти вот это. То есть она чувствовала, что что-то не то, что ей некомфортно. Что все время есть чувство, вот знаете, как будто все хорошо, а все вроде не хорошо, да, вот все время есть какое-то внутреннее напряжение, все время есть дискомфорт, что что-то должно произойти. А что мы не знаем, да, то есть, а вот незавершенные отношения бабушки вот таким образом, ну, влияют на весь род. А как вы вытянули историю про бабушку-то, если дочка... Ну, это, конечно, работа, ну, ни одной консультационной сессии. Дочка узнала. Со всей семьей? Нет, мы потом вышли на то, что бабушка в 30... Ну, мама ее в 36 уже лет, когда ей было дочери, да, то есть она вспомнила, рассказала. И когда мы это обнародуем... Ну, это вот тот случай, когда мы достаем скелеты из шкафов, да, и мы можем об этом открыто поговорить. Это вот про то, что... Ну, сейчас же есть такой метод легализации правды, либо расстановки, либо разборы, да, когда мы видим, ну, что скрывает система. Потому что любая система, и система, например, наша внутренняя, она тоже может это скрывать, но для того, чтобы человек мог выжить дальше, да, и жить. Для того, чтобы он мог пойти в новые отношения. Потому что если застрять вот в этой обиде, вот в этой незавершенности, то тяжело бывает построить отношения. В принципе, потом, да, потому что мы на каждого последующего партнера будем проецировать то, что не сказали первому, да, или то, что испытывали с первым. И получается такой замкнутый круг. Это про то, что наступать на одни и те же грабли. Но мы можем в своей жизни наступать на одни и те же грабли, а можем это, видите, еще передавать через поколение, да, следующим. И вот чтобы, например, дочери уже, получается, внучки этой бабушки не повторили судьбу бабушки, да, важно вот эти гештальты закрывать. Часто бывает так, что достаточно, ну, уже поднять это в зону осознания. Да, когда много поколений уже проходит. Да, еще, знаете, это говорят проклятое до седьмого колена, да, то есть это тоже может быть незакрытым гештальтом. Ну, там даже не знаешь ли истории. И невозможно ее даже как-то... На самом деле, да, но можно отследить цикл. Ну, часто бывает, мы передаем даже, знаете, состояние, ну, вот это вот, обильно родителей или ненависть к мужчинам, да, это транслируется из поколения в поколение. Боязнь потерять детей. Вот если, например, в системе были потери детей, то это, вот этот страх, вроде с твоим все хорошо, а ты все время живешь в этом состоянии, он может принадлежать не тебе. Или, например, суициды, ну, о которых не принято говорить. Вот очень бывает распространенная такая тема, что ребенок может не знать, ну, о том, что есть, например, какой-то родственник, который закончил жизнь подобным образом. Но он все время в системе транслирует и пугает систему тем, что он покончит жизнь с ним. А я все время думала, что дело не вот в этих вот каких-то системных вещах, а в том, что у нас такой сейчас разгул информации, очень много плохих новостей, и все это наружу выходит. И читаешь, смотришь, и уже все это как-то отпечаток на психику накладывает. Накладывает. Но когда начинаешь разбирать систему, ну, и люди вспоминают о том, что такое было, ну, это и для них удивление, и возможность это осознать. И уже когда мы это осознаем, мы можем этим управлять, да, то есть мы можем это менять, трансформировать для того, чтобы не передавать дальше. Это очень, ну, глубокая, интересная работа, опять же, над собой. А это вот системные расстановки как раз, да? Когда копаются в прошлых поколениях, выстраивается связь, да? Системные семейные расстановки – это очень удивительный метод, и он как раз, правда, обнажает, вытаскивает вот эти скелеты из шкафов и позволяет завершить, ну, вот любые ситуации, даже о которых мы можем просто предполагать, создавая новую картинку, опять же, целостный образ, да, вот что и есть гештальт новый, для того, чтобы человек мог уже выйти из привычных сценариев и пойти к другому образу, там, где, ну, уже все в правильном порядке, скажем так. Сбросить, да, до заводских установок. Ну, до заводских настроек. Очень частый такой гештальт – это когда перепутанные роли. Ну, например, родители меняются ролями со своими детьми. Часто же есть пример. Мы видим таких деток, это такие маленькие командиры, которые всех строят, да, и, как правило, такое происходит из поколения в поколение. И когда мы это меняем, отматываем назад, сразу настраиваются на более правильные латы детско-родительские отношения во всей системе. Поэтому тем гештальт, который вы застронули, очень интересный и важный. Так как, вот, например, вообще метод системных семейных расстановок, он основан на трех методах. Это гештальт-терапия, системная семейная терапия и символ драма. То есть это когда, вот, представляете, вообще незнакомые люди начинают говорить какими-то фразами людей, о которых они никогда не видели. А как понять, что гештальт, он все-таки закрывается? О процессе закрытия гештальта мы поговорим в следующей нашей программе, потому что, мне кажется, это такой достаточно объемный пласт информации, а у нас до конца этого выпуска уже не так много времени. Когда гештальт закрывается, высвобождается большое количество энергии, сил. Да, то есть человек получает, во-первых, доступ к подавленным вот этим своим чувствам. Ну, как правило, это не очень приятные чувства, такие как обиды, злость, ненависть, у кого-то даже ярость, да, которые, чтобы не вылазили наружу, тоже требуют энергии на подавление. И, представляете, человек становится свободным, ну, вот от этого действия огромного. И тем самым у него высвобождается энергия на достижение своих целей в будущем, а не на проживание все время своего прошлого. Потому что вот эта вот внутренняя бетономешалка эмоций, чувств и мыслей, что, а надо было вот так сказать, а может быть, я неправильно себя повела, надо было что-то сделать. Она, ну, человек бывает прям сам себя сжирает, да, и падает в чувство вины. И когда гештальт закрыт, у него появляется возможность почувствовать себя по-другому, свободным от чувства вины, от вот этой злости, беспомощности, агрессии, и пойти дальше. А как вы считаете, у каждого, получается, есть какие-то истории, какие-то скелеты, и что-то такое, что требует закрытия? Вот есть, может быть, какая-то статистика вот сейчас по современному обществу? В любом случае, ну, каждый человек знает, да, где он, кому что не досказал. Есть те, кто живет без незакрытых гештальтов? Я таких не встречала, ну, за 23 года практики. Но когда мы вырабатываем новую стратегию по жизни, да, то есть мы все-таки завершаем, ну, какие-то циклы, для этого, собственно, придуманы большое количество техник и в гештальтерапии, ну, и вообще у психологов. И те, кто принимают, например, ну, для себя как опыт ходить, да, то есть они не копят, они тут же идут и завершают, даже если люди из их жизни пропадают. Потому что иногда бывает важно это проговорить хоть кому-то, хотя бы дома, стулу, стене, и это тоже бывает очень полезно. Надо сказать то, что не сказал, да, сделать то, что не сделал. И это уже является неким ритуалом закрытия. Вот наша психика, это важно помнить, она очень ритуализирована. Ну, в хорошем смысле этого слова нам нужны какие-то образы, которые нам дают понять, что все, завершилось. Ну, приведу такой, мне кажется, всем понятный пример. Вот если человек умирает, для чего придуманы похороны? Да, то есть такой сложный процесс. Но он дает для психики вот как раз завершение вот этого цикла. Человек, мы провожаем человека в последний путь. Все, ну, как бы закрылась картинка, есть образ. Часто приходят клиенты, у которых люди, например, пропадают в безвести, да, или, ну, их судьба не определена. И тогда человек все равно задним умом начинает искать человека среди живых, потому что у него вот этой картинки завершенности не было, да, вот. А вот эта неопределенность и незавершенность, она отбирает большое количество жизненных сил. Спасибо большое за беседу. Мы продолжим в следующем выпуске «Закрывать гештальты». Узнаем, как это сделать, какие есть методики и техники. На сегодня это все. Это была программа «Разговор по душам». Через неделю мы продолжим «Закрывать гештальт». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова